всем привет урал лесовоз делаю дальше ремонт что тут я а вчера вчера раздатку перебрал поменял шестеренки но там попутно еще всякую ерунду до кучи так сказать не стал новую раздатку делать другую смысле другом корпусе вот у нас снята сейчас вот она снизу лежит еще не успел поставить в принципе тут она так-то целая только вот первичные вторичные эти валы надо было там перебрать и все отрегулировал чётенько люфта нету в принципе он такой маленький был и до этого я как то делал его вот тут прокладки убирал под этой крышкой привод новенький стоит в принципе тут ничего сложного нету снимать не стал ничего крышка снимается эти вот снимаются крышки тем крышки валы достаются меняется шестерня первичный вал от поставил другой получше тут у меня был ну шестерни вот эти вот здесь шестерня и здесь стоит эти ускоренные поставил там шайбочки да еще вот эти поменяла подшипник сюда вот новый поставил с этой стороны с той стороны там нормальный был подшипник сам втулки вроде бы еще и пос поменял здесь ничего не ломается вот эту на было конечно еще вот тут вот ну и можно потом поменять принципе в любое время здесь немножко подтекает макрит резиночка стоит внутри прокладочку новую сделал металлопаранитовая которую я металлопаранита я выписывал покупал в интернете вот его поставил потому что это простую паранитовую прокладку ставишь ее бывает выдавливает от вибрации или чего как-то она ослабляется потихоньку и так кусками может так вылазить как-то было такое не один раз да это металлопаранитовая она намного крепче и тут еще масло на буду поменять с нее слить подушки новые там купил поставлю и потом не знаю чё там и чё там еще не буду прицепно раделать начну что не холодно на прицеп дело там ступицы потому что снимать на вот все это в мазуте а вот наклеил еще не не показал полоски такие это когда техосмотра проходишь вас говорят такие полоски наклеивать на машину но это на многих видел на новых машинах уже идут такие полоски тоже наклеивать они светоотражающие потом надо вот тут сбоку еще тоже как-то ну вот так хотя пониже и на коники делают тоже сбоку и вот по идее на спереди белые ну на коник тут не знаю можно и принципе вел это не делать вот а сзади красные на коники на все сбоку с боков желтые короче сзади красные спереди белый но вот сюда еще сделаю но только тут надо будет это ну как их не приклеив что то она такая краска шершавая ну как не гладкая она не знаю держаться мне кажется не будет полоски такие же из железа из тонкого из оцинковки они гладкие как бы это но железо-то гладко и на него наклеивать полоски эти заклепками приклеить приклепывать просто еще это так сделать что ли ленту на вал берись он покупал они там всякие есть это 5 сантиметров шириной 3 метра длиной они что ли рулоны видна ромаш разные и вот спереди еще белую наклеила не знаю по идее то сюда то как-то надо это как-то некрасиво так сразу вид какой-то стал такой это не знаю но они следятся хорошо так темноте так ладно что делаю так ну что раздатка на месте можно сказать уже третий день сегодня правда вчера целый день проковырялся еще с этой раздатки пока ставил этот надо попутно черты вот здесь под стремянку добавил рессору еще лист один ну вот эту установку то держит который пока делал пока удобно тут было без раздатки потом там а вот протягивал болты тут это аккумуляторный ящик который держит четыре болта тут они уже ну как болталась короче все они вот так вот ящика болтался туда-сюда протянуть на ржавая или как тут их протянул неудобно все потом там еще кого еще ресиверы там крепления тоже он переделал подтягивал тоже все пока вот эти болты там вот так она траверсу все пальцы вот здесь на раздатки поменял новый поставил там люфты такие уже были пока все это пока кардан прикрутишь вот этот маленький более тут сколько времени надо а промыл еще раздатку там она грязная такая внутри было масло слил потом залил солярки этого пока карданов не было вот этих двух вот этот только маленький поставил и все на скорость включил там прогонялся внутри слил опять солярка грязная такая и потом сейчас свежая уже залил масло сколько он обращал внимание в раздатке масло такое грязное почему-то откуда грязь берется я не могу понять как это какая-то вот такая темная еще какая-то коричневатая такая от этих бронзовые вот эти вот втулки там какие-то может сателлиты где-то что-то вот но втулки вот эти на валах которые там и главное быстро во сколько от масла поменяешь как это времени пройдет немножко рассмотришь черная кайта допустим в коробке такого нету там масло обычно долго держится чистое даже в мостах это долго сейчас кардан поставлю все это поставлю это дело и это чё прокатимся еще проедем сюда посмотрим как она чё скорость будет прошлый раз поснимать не удалось них рена колодки то еще греются на перекатать как-то их не знаю с той стороны колесо одно так еду проверяю раздатку 3000 оборотов 70 примерно как было раньше больше не разгоняется больше не разгоняется больше не разгоняется что-то не понял вот примерно может так и ездит блинкая дорога плохая что-то стало с этими ускоренными шестернями так сказать намного быстрее стало ехать чувствуется даже когда переключаешь передачу так оно как-то это большие как бы промежутки между передачами не тут нормально это колесо левая но чуть-чуть тепленькая стала это сейчас пока вот так рукой держу эту чуть-чуть может теплая но говорю на греется с как-то с одной стороны по а вот тут горячая с этой стороны прям рукой так трогаешь горячая а вот здесь нормально здесь как бы вот рукой спокойно держит и рука не нагревается не терпит так сказать холодная можно сказать блин как-то набирает разгон на аэродроме набираем разгон на аэродроме набираем разгон на аэродроме так здесь какая скорость Что-то ни хера не разгоняется. 65. 66. 38. 30. 39. 42. 42. 42. 43. 43. 44. 43. 44. так ну что прошло дня три наверно уже 4 сколько тоже не помню со счету сбился зима наступила у нас короче такой видок вот тут за два дня все замело замело засыпало вон сколько снега вон тут кучики вообще махом все зима наступила скорость и тут это проверял толком ничего как-то я это как-то тяжеловато разгоняется ступицы все зажато видимо все тяжеловато колодки где-то еще видимо подтормаживает вот в этом колесе на по идее снять колесо посмотреть что там может просто колодка как-то сбоку она торец колодки как-то зажимает туда крепал когда немножко накладка так выступала как-то ну как вот так вот как бы сюда в сторону и получается может просто диска барабан задевает там в одном месте где-то может как-то из-за этого не знаю надо короче снять посмотреть все машину завести на прогреть воздух накачать чтоб это тормоза проверить сама машина тормозит четко тормоза идеальные можно сказать стали по сравнению с тем как были раньше я имею виду прицеп на проверить он что-то не тормозит у меня уже летом не стал включаться что-то почему-то я так и не понял может здесь не срабатывает или там наоборот что-то на вот сейчас воздух накачать проверить а тут то что так поставил это прицеп дело сейчас вот тут последние эти дни он сакту поближе к саку чтобы все можно было это варить там кое-что подваривал еще и не все надо еще раз кое-что сделать и получается ступицы перебрал все вчера последнюю он ту перебрал ступицу тоже там вот одна ступица более-менее нормального остальные все вот эти вот это потом с той стороны ступица задняя все подшипники там в это негодно и все в грязи полный ступицы грязи еще бы немного поездил и все отпала бы что-нибудь колесо или хрен знает подшипники развалились бы то тормоза все колодки тут но они колодки нормально еще не стерлись тут меня какие-то там были гаражи тут валялись шланг сделал вот этот у меня в том году отпала как он называется вот этот механизм сам полностью отпал я сейчас дело приваривал тут еще приварил вот сюда прям коси . получается вот этого скрепления для рессоры и сюда прям приварил его это я в том году там ступнулся в дерево задом сдавал так загнула но опять уже держалась там кое-как и это вот здесь она отпала там это месте все пришлось там все проваливал а вот тут еще подгорит уж вот в этом месте на тоже тут прихватить так и знатон что ты главного летом ездил все вроде работали эти свет стоповики все работало и так не могу понять машина постояла тут сколько за месяца месяц два то сколько а стоповики вообще не работают ни здесь нет ни на прицепе на прицепе на прицепе габариты не работают и что-то еще там тормоза сделал машину тут осталось еще мне установку тут подварить кое-что там где-то запущу движок посмотрим как он что где-то минус 10 было но вот час вернее минус 10 а ночью это до 15 а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...